Здравствуйте! Вы смотрите АБВГД Деньги, блог о финансовой грамотности. Для создания пенсионных накоплений мы используем те же инвестиции. Теперь поговорим о другом виде инвестиций – паевых инвестиционных фондах. Паевые инвестиционные фонды – ПИФ. Это простой и доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих, ценные бумаги или недвижимость с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в паевые фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Паевые инвестиционные фонды – ПИФ – это простой и удобный финансовый инструмент как для начинающих, так и для опытных инвесторов, нацеленных на большую доходность, чем по вкладам. ПИФы популярны во всем мире. Например, у каждого третьего жителя США есть паи инвестиционных фондов. Управляющая компания создает паевый фонд, привлекая средства инвесторов – пайщиков. Далее фонд вкладывает средства пайщиков в облигации, акции, недвижимость и другие активы. Эти активы составляют имущество фонда. Инвесторы, покупая паи фонда, получают право собственности на долю в имуществе фонда. Стратегия фонда определяет, в какие ценности вкладываются средства пайщиков и допустимый инвестиционный риск. Решение о том, куда вложить средства фонда, принимает профессиональный управляющий. Ему помогает команда аналитиков. В зависимости от ситуации на рынке, в состав фонда приобретаются активы с хорошим потенциалом роста и продаются те, которые уже отработали свою инвестиционную идею. Задача управляющего – увеличить стоимость имущества фонда и, как следствие, увеличить доход пайщиков. Пай каждого открытого фонда имеет свою стоимость, которая рассчитывается ежедневно. Инвестиции в паевые фонды доступны многим. Порог входа в открытые пифы составляет всего 1 тысячу рублей. Покупка паев фондов дает возможность инвестирования в ведущие мировые компании из самых разных областей деятельности, покупать российские и государственные ценные бумаги, недвижимость. Важное преимущество пифов – возможность продать или обменять паи практически в любой момент, без потери накопленного дохода. При вложении денег в пифы следует помнить главное – доходность пифов в прошлом не определяет ее в будущем, а также не гарантируется государством. Вложения в пифы для тех, кто готов принимать риски инвестирования. Они не застрахованы и могут в отдельные промежутки времени быть даже убыточными. При этом вся деятельность управляющих пифами компаний находится под строгим контролем Банка России. Существуют закрытые и открытые паевые инвестиционные фонды. Фонды, инвестирующие в недвижимость, как правило, закрытые. Это связано с особенностью покупки недвижимости. Фонд собирает деньги только на определенный промежуток времени. Когда собрана необходимая сумма, прием средств прекращается, закрывается и фонд покупает недвижимость. Через заданный промежуток времени фонд продает недвижимость, позволяя заработать на возможном росте ее стоимости. Такие фонды также могут выплачивать пайщикам доход, полученный от сдачи недвижимости в аренду. Закрытые паевые инвестиционные фонды имеют свои особенности. Паи закрытых фондов могут быть погашены не ранее срока установленного правилами доверительного управления. Открытые паевые инвестиционные фонды могут быть с разными стратегиями инвестирования. Уровень ожидаемой доходности каждого фонда в первую очередь зависит от того, в какие ценности активы фонд вкладывает в средства пайщиков. От этого также зависит и уровень инвестиционного риска. Облигационные пифы по своей надежности часто сравнивают с банковскими вкладами. Инвестиционный риск у них низкий. Низкая вероятность получения убытка. А целевая доходность, как правило, выше ставок по вкладам. В пифы облигации разумно вкладывать средства на срок от одного года. Для начинающих инвесторов это наиболее подходящий вариант, позволяющий приумножить средства и не разочароваться в инвестициях. Пифы акций с точки зрения доходности и риска – самый агрессивный вариант инвестирования, поэтому рекомендуется инвесторам толерантным к высокому уровню риска. Эти фонды могут обеспечить наибольшую доходность, но при этом в отдельные периоды времени могут корректироваться в минусовую зону, так как стоимость акций может расти или снижаться в значительных пределах. Пифы могут инвестировать в акции компаний сразу из нескольких секторов экономики – так называемые фонды широкого рынка, или в акции компаний из одного сектора, например, энергетического, что позволяет заработать на опережающем росте отдельных отраслей, но это высокорискованный вариант инвестирования. Рекомендуют вкладывать средства в пифы акций на срок от трех лет и более, чтобы даже при возможном значительном проседании рынков в отдельные периоды времени получить положительную динамику и хорошую доходность за весь период инвестирования. Смешанные пифы состоят из акций и облигаций и являются своего рода золотой серединой – оптимальным выбором. Они ориентированы на более высокую целевую доходность, чем пифы облигаций, но в меньшей степени подвержены инвестиционному риску, чем пифы акций. Индексные пифы включают в себя ценные бумаги ETF-фондов – биржевых инвестиционных фондов, состоящих из набора ценных бумаг, полностью дублирующих структуру соответствующих биржевых индексных фондов. Они предпочтительнее для долгосрочных стратегий инвестирования. Достоинство этих фондов в том, что исключены ошибки управляющего фондов при формировании инвестиционного портфеля, а также в низких операционных издержках. Следует помнить, что инвестирование всегда связано с риском. Для снижения рисков необходимо диверсифицировать свой портфель, что значит вкладывать свои средства в различные паевые фонды, чтобы максимально снизить риск обесценивания инвестиций. А вы смотрели АБВГД Деньги. Будьте финансово здоровы. Увидимся.